Международное многостороннее сотрудничество И так далее и тому подобное. Пожалуйста, Владимир Игоревич, вам слово. Спасибо большое, что вы смогли присоединиться. Знаем, что у вас тоже сейчас заседание, поэтому... Да, да, да. Большое спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мое сегодняшнее краткое выступление будет касаться такой очень важной и актуальной темы, как иммунопрофилактика. Как предупреждение инфекционных болезней и особенно нерешительность в отношении вакцинации, что является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Еще 20 мая 2019 года Комитет по социальным вопросам здравоохранения и устойчивому развитию парламентской ассамблеи Совета Европы еще задолго до пандемии внес на рассмотрение резолюцию нерешительность в отношении вакцинации серьезная проблема общественного здравоохранения. Для решения этой проблемы резолюция подчеркивает важность тесного сотрудничества государств-членов Совета Европы в борьбе с нерешительностью в отношении вакцинации с помощью мер по повышению осведомленности и просвещения, направленных на широкую общественность. Докладчиком на конкурсной основе был выбран известный российский врач, организатор здравоохранения Игорь Николаевич Каграманян. Тогда он был сенатором Российской Федерации, а сейчас он занимает высокую должность первого заместителя министра Российской Федерации. Ну и теперь работа над докладом поручена мне. С тех пор тема вакцинации привлекла значительное внимание в связи с пандемией COVID-19, когда мотивация в отношении иммунопрофилактики этого нового серьезного заболевания резко возросла. Сегодня очевидно, что альтернативы иммунизации в борьбе с новой коронавирусной инфекцией не существует, особенно при нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Я уверен, что нынешняя ситуация создаст благоприятную почву для решения проблемы нерешительности в отношении вакцинации в Европе и мире с помощью более активного международного сотрудничества. Вакцинация – это плановое медицинское вмешательство. На сегодняшний день она остается самым безопасным и наиболее эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, она предотвращает от двух до трех смертей в год. Предполагается, что распространение глобальной вакцинации может спасти еще полтора миллиона жизней. Коллеги, вдумайтесь в эти цифры. И эти цифры, кстати говоря, еще до ковидного периода. Я думаю, что если мы посмотрим то, что будет в течение 2020 и последующих лет, количество жизней спасенных вакцинаций вырастет не менее чем на порядок. Когда вакцинируется достаточное количество людей, это создает так называемый коллективный иммунитет. Это подразумевает, что вакцины защищают не только человека, которого вакцинируют, но и других людей, которые не могут быть привиты из-за возраста, состояния здоровья, иммунодефицита, скажем, или аллергии, или других факторов. Вакцинированные люди действуют как буфер между инфицированными и уязвимыми. Поэтому каждая индивидуальная вакцинация полезна для общества в целом. Это очень важно осознать. Многолетний анализ показал зависимость снижения заболеваемости гриппом от роста охвата вакцинации. За последние три года в Российской Федерации охват населения вакцинации вырос более чем на 12%. При этом заболеваемость снизилась с 60% до 37% на 100 тысяч населения. Снижение уровня вакцинации представляет собой угрозу для общественного здравоохранения, поскольку общество становится более уязвимым как в отношении новых заболеваний, так и в отношении ранее сдерживаемых заболеваний, относительно которых существует риск возобновления в результате малых объемов иммунизации. По данным ВОЗ, нерешительность в отношении вакцинации связана с задержкой в одобрении или отказом от вакцинации, несмотря на наличие служб вакцинации. Нерешительность в отношении вакцинации – это сложное и специфическое для каждого конкретного случая явление, варьирующееся в зависимости от времени места, а также от разных вакцин. Нерешительность в отношении вакцинации более распространена в странах, которые достигли высокого уровня иммунизации в прошлом. Несмотря на то, что ученые и врачи этих стран на протяжении большей части XX века занимались разработкой надежных способов борьбы с заболеванием посредством вакцинации, и соответствующие услуги впоследствии стали легко доступными, число людей, проходящих вакцинацию, в настоящее время сокращается. Сегодня нерешительность в отношении вакцинации является одной из наиболее важных проблем общественного здравоохранения. Это иллюстрируется возобновлением болезней, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации. ВОЗ определила нерешительность в отношении вакцинации в качестве одной из десяти основных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году. В 2018 году общее число людей, инфицировав, например, вирусом кори в Европе, было самым высоким за десятилетия. В Российской Федерации совсем недавно, в сентябре 2020 года, была принята и утверждена правительством стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, целью которой является предупреждение, ограничение распространения и ликвидация инфекционных заболеваний. Основные принципы стратегии – доступность для граждан профилактических прививок, обеспечение качества и безопасности иммунобиологических препаратов, развитие производства эффективных и безопасных препаратов в нашей стране, совершенствование законодательства Российской Федерации в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, обеспечение социальной поддержки граждан в случае возникновения поствакцинальных осложнений, поддержка научных исследований и разработок в области иммунопрофилактики. И особое место в стратегии отведено доступности информации, повышение осведомленности населения в области иммунопрофилактики инфекционных болезней для преодоления как раз нерешительности в отношении прививок. Чтобы лучше понять, как бороться с нерешительностью в отношении вакцинации, важно изучить различные причины, по которым некоторые люди не решаются делать прививки себе и своим детям, зная, кем являются эти люди. Мы сможем понять, каким образом мы должны разрешить их сомнения, и, следовательно, получим представление о том, каковы наиболее эффективные способы обращения к этим людям. Руководство по адаптации программ иммунизации в европейском регионе ВОЗ предлагает модель сегментации населения, диагностики основных причин нерешительности в отношении вакцинации в определенных подгруппах, а также адаптации иммунизации для установления глубинных причин. Недавнее исследование глобального состояния доверия к вакцинам показало, что в европейском регионе процент отрицания важности, безопасности и эффективности вакцин выше среднего. Фактически 7 из 10 стран с наиболее низким мнением о безопасности вакцин относятся к европейскому региону. Кроме того, нерешительность в отношении вакцинации, по-видимому, более распространена среди молодого поколения. Старшие поколения, как правило, больше доверяют вакцинам, поскольку они стали свидетелями вспышек инфекционных заболеваний и способов борьбы с ними с помощью вакцинации. Проблемы, вызванные религиозными причинами, не так часто встречаются в Европе, в отличие от некоторых других регионов. Кажется, что европейцы больше озабочены безопасностью вакцин, чем риском заражения инфекционными заболеваниями. Еще неизвестно, как в досрочной перспективе на это отношение повлияет нынешняя пандемия COVID-19. В целом, страны Западной и Северной Европы, как правило, выражают меньшую озабоченность по поводу безопасности вакцин, чем страны Южной и Восточной Европы. Причем во Франции и Италии самый высокий процент скептицизма в отношении вакцин. Доверие к органам здравоохранения, по-видимому, необходимо для повышения уровня вакцинации. Следовательно, ранее имевшие место негативные события в секторе здравоохранения способствуют нерешительности и в отношении вакцинации. Как показывает опыт нынешней пандемии COVID-19, государства, члены Совета Европы должны сотрудничать в борьбе за предотвращение инфекционных заболеваний. В целях улучшения охвата иммунизации в целом, они должны учитывать рекомендации ВОЗ в отношении плановой иммунизации. Необходимо в полной мере использовать решение Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения об обмене стандартами оценки качества вакцин для поддержки разработчиков вакцин во время пандемии коронавирусной инфекции. Борьба с нерешительностью в отношении вакцин должна осуществляться в первую очередь путем повышения осведомленности и просвещения. Необходимо выделять больше ресурсов на исследование, разработку и тестирование новых вакцин. Это позволит улучшить вакцины и снизить побочные эффекты и другие риски, связанные с вакцинацией. В докладе о нерешительности в отношении вакцинации стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ указывает на коммуникацию как наиболее эффективный инструмент повышения осведомленности о преимуществах вакцинации. Вводящая в заблуждение ложная информация в интернете является одним из главных препятствий для эффективной вакцинации. Нам нужно найти новые способы выявления и контроля ложной информации, например, с помощью поисковых систем. Соответствующие меры должны уважать права человека. Вакцинация должна быть безусловно добровольной, должна соблюдаться свобода слова. Но, тем не менее, государствам, членам Совета Европы следует в полной мере использовать цифровые платформы для охвата населения. Таким образом будет упрощена навигация по надежным источникам в интернете. Информация от органов общественного здравоохранения вакцинов и вакцинопрофилактики. Но вот если сегодня, например, скажем, сделать поиск о вакцинопрофилактике, информацию получить о вакцине, то выскочит огромное количество сайтов так называемого антипрививочного движения. И очень мало сайтов, очень мало в интернете информации в поддержку иммунопрофилактики. Особенно это важно, когда речь идет о вакцинации детей. Медицинские работники должны иметь возможность проводить больше времени с родителями, как до, так и после рождения ребенка, чтобы обсудить с ними любые опасения, которые могут возникнуть у них относительно вакцинации. Причем говорить с родителями необходимо простым, доступным, понятным языком. Это позволит родителям лучше узнать о рисках, связанных с отказом от вакцинации их детей. Такая поддержка может повысить доверие родителей к органам общественного здравоохранения и повысить уровень вакцинации. В определенных обстоятельствах, например, как сейчас в период эпидемии, может возникнуть необходимость в более решительных мерах для решения проблемы внезапного снижения уровня вакцинации или других ситуаций, в которых общественное здравоохранение зависит от срочного улучшения охвата вакцинации. Подобные меры могут привести к сложным этическим и правовым вопросам и возродить дискуссию об обязательствах по иммунизации и основных правах. В некоторых государствах, членах Совета Европы, ребенок, не вакцинированный от определенных болезней, может быть исключен из государственных школ. Хотя эта мера и приводит к тому, что некоторые родители, в конце концов, разрешают своим детям следовать программам обязательной вакцинации, таким образом защищают других людей, не имеющих возможности получить непосредственную выгоду от вакцинации. Все же существует риск того, что кто-то из детей будет исключен из системы образования. Очевидно, что не в интересах ребенка лишать его права на образование. Поэтому необходимы эффективные меры, которые бы предотвратили подобные ситуации. Уважаемые друзья, таким образом иммунопрофилактика приобретает важнейшее значение в современной медицине. Для более глубокого понимания феномена нерешительности в отношении вакцинации существует только один путь. Активное международное сотрудничество, глубокий анализ причин и разработка действенных мер по его преодолению в интересах населения всех стран. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Игоревич. А вот теперь нет. Я на правах того, что я предоставляла слово. Я хотела бы сразу, я знаю, что Михаил Игоревич у нас в ближайшее время отключится, потому что заседание будет. И у нас просто из предыдущей сессии, в рамках предыдущей сессии поступил вопрос, который очень близко связан с вашей темой, вашего доклада. И с учетом того, что вы выступали докладчиком на соответствующей сессии заседания комитета ПАСЭ, буквально недавно, несколько дней назад, 12 октября, то вопрос звучал так. Я решила его, когда увидела, я решила его оставить для следующей сессии, потому что ближе она к вам все же. Итак, Всемирная организация здравоохранения призывает к международной солидарности и многостороннему подходу в области вакцинации. ЕС, Европейский Союз пришел к договоренности о совместном выделении средств для закупки вакцины. Но Европейский континент, как известно, больше, чем Европейский Союз. Что может сделать Совет Европы и Парламентская Ассамблея Совета Европы, чтобы обеспечить безопасность граждан? Я понимаю, что это вопрос, наверное, на отдельную конференцию, но если коротко, есть ли уже какие-то шаги прям так пунктиром нам обозначить, и после этого я передам образы правления Михаилу. Спасибо за вопрос. Действительно, крайне важный, крайне актуальный сегодня, вот в эти дни, когда пандемия нарастает, в общем-то, идет вторая волна, или как ее ни назови, все-таки количество заболевших увеличивается повсеместно, и уже становится понятным, что очень сложно остановить пандемию исключительно мерами карантинными, мерами принуждения, мерами изоляции. Очевидным является тот факт, что, как я уже говорил, альтернативы иммунопрофилактике широкому вакцинированию населения не существует. Поэтому мы должны двигаться именно в этом направлении. Сейчас в России, как известно, уже зарегистрированы два варианта вакцины против коронавирусной инфекции. Безусловно, должны проводиться и проводятся, и должны проводиться, может быть, еще более интенсивно изучение этих вакцин. Еще на большем количестве людей из разных групп нужно проводить исследования с целью доказательства безопасности и эффективности именно этих конкретных вакцин. Другого пути, по моему глубокому убеждению, не существует. Только иммунопрофилактика и широкое вакцинирование могут создать коллективный иммунитет для остановки вот этой пандемии. Понятно, что есть огромное количество вопросов. Мы еще не знаем, насколько будет стойкий иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции. Как часто возникают повторные случаи, и истинные ли это повторные случаи, и так далее, и так далее. Как будут действовать вакцины, насколько они будут эффективны в плане предупреждения заболеваемости. Но на все эти вопросы мы вместе должны искать ответы. Другого пути не существует. Да, очень поддерживаем вас. Спасибо большое. Берегите себя. Михаил, микрофон у вас. Спасибо. Михаил Лобов, глава департамента по политике в области прав человека и сотрудничества этой Европы. Отдельно отмечу выпускник МГИМО. Спасибо. Спасибо большое, Тамара. Да, теперь моя очередь. Я, конечно же, прежде всего хотел поблагодарить Владимира Игоревича, который, собственно, освободил меня как ведущего от введения в эту сессию, потому что это был просто замечательный экспертный доклад. Владимир Игоревич, напомню, он член Совета Федерации, профессиональный врач, так сказать, и специалист в области здравоохранения. И тем более ценен вот такой экспертный вклад наших парламентариев в работу Совета Европы в этой острой, на сегодняшний день, остро актуальной области. И я особо хочу поблагодарить Владимира Игоревича, что вот единственное окно, которое было в вашем расписании, мы знаем, что вам нужно отправиться сейчас назад на обсуждение Совета Федерации, который очень интенсивно ведет сейчас законодательную работу. Спасибо, что вы нашли вот эти 10 минут, чтобы выступить у нас. Таким образом, прозвучала вот экспертная перспектива со стороны российского парламента. Да, мы услышали, так сказать, общеполитическую перспективу в выступлении Петра Олеговича Толстого. Но очень важен и экспертный вклад, и спасибо вам огромное. Это была просто вот ярчайшая демонстрация, каким образом парламенты участвуют в имплементации вот этого правового поля, которое создано в рамках Совета Европы, и о котором мы будем говорить, потому что некоторые конвенции как раз касаются области здравоохранения, и этому и посвящена наша вот эта сегодняшняя сессия. Спасибо вам огромное, и удачи вам в вашей работе, удачи в пассе, вот, в докладах, которые будут представлены. Я думаю, что будет яркий вклад Российской Федерации вот в это общее дело и в борьбе вот с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Спасибо вам огромное, и до встречи в Страсбурге. Страсбурге. Мы перенесли перерыв на кофе, и я все-таки хотел бы сказать несколько вводных слов. У нас следующий оратор на линии Олег Олеевич Сологай, чтобы предварить дальнейшее выступление, чтобы немножко напомнить контекст, вот, из чего родилась эта сессия, да. Как известно, сессия называется «Международное многостороннее сотрудничество как ответ на вызовы COVID. Новая инициатива Совета Европы». Вот, как известно, эта инициатива Совета Европы, генерального секретаря Совета Европы обсуждалась позавчера на встрече с министром иностранных дел, была всецело поддержана министром Лавровым, и Российская Федерация уже изъявила желание участвовать в этом многостороннем сотрудничестве. Но я хотел бы напомнить, из чего родилась вообще эта идея. Как вы знаете, пандемия застала врасплох не только государство, но и многие международные организации, и в том числе Совет Европы. С моей точки зрения, это был такой стресс-тест на полезность и востребованность международных организаций, которые переживают сейчас не самые легкие времена, как известно, потому что международное сотрудничество, в принципе находится, как многие считают, в кризисе, очень много турбулентных явлений, и мало усилий, недостаточно, как мне кажется, усилий, направленных на созидание, да, а много усилий, которые направлены на разрыв Совета Европы, как и другие международные организации, от этого очень сильно страдает, потому что это организация, которая как раз создавалась, чтобы собрать Европу воедино, да, после Второй мировой войны, и, конечно же, центробежные тенденции, они нам очень сильно мешают работать. Но, тем не менее, в момент, когда кризис разродился, напомню, в середине марта, это произошло в Западной Европе, чуть позже в России, Совет Европы и наш генеральный секретарь очень быстро вышли с рядом инициатив, да, и обозначили, ну, определенные такие направления работы в новых условиях, что ли, да, то есть Совет Европы никогда не прекращал, кстати, работу, несмотря на карантин Совет Европы, и механизмы его работали, ну, конечно же, не в штатном режиме, но в режиме чрезвычайной ситуации, но они продолжали работать. Европейский суд продолжал получать дела, выносить решения, все другие мониторинговые механизмы также продолжали свою работу. Вот, и вот первый шаг, вот в этой, так сказать, если можно так представить, трехходовой комбинации, это был как раз инструментарий, в апреле месяце, об этом очень много говорили, инструментарий о соблюдении прав человека в условиях пандемии, где генеральный секретарь, собственно, что она сделала, да, это не была какая-то такая напоминалка, или еще хуже можно представить, так сказать, какая-то, ну, я не знаю, инструкция, да, или установка государством, да, указиловка, как у нас вот говорят иногда, да, это было, ну, напоминание общего понятийного аппарата, да, то есть все государства подписали соответствующие конвенции Совета Европы, все участвуют в них, и вот эти принципы, которые не раз уже сегодня упоминалось, если суммировать в четыре, так сказать, слова этот инструментарий, это законность, необходимость для достижения заявленной цели, соразмерность и недискриминационность, то есть это то, что, под чем все государства, собственно, подписались, поэтому здесь не было чего-то нового, но нужно было, важно было это напомнить именно с самого начала, и в этом документе, это прошло немножечко незамечено в начале, да, было заявление Генсек о том, что программа организации, да, и деятельность будет пересмотрена для того, чтобы ответить на запросы государства в условиях пандемии. Вот это была, как бы, заключающая часть этого инструментария, и буквально через два дня после его опубликования Генсек выступила на юридическом форуме в Санкт-Петербурге, вы знаете, это был форум, который был полностью проведен онлайн, и генеральная секретарь выступала с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в одной секции, значит, в пленарной сессии вместе с генеральным секретарем организации, всемирной организацией здравоохранения, вот, и была произнесена, произнесена, и очень интересно, что это произошло именно на петербургском форуме, такая своего рода программная речь, как организация хочет пересмотреть свою повестку дня. И были обозначены вот пять моментов, которые я считаю очень важным упомянуть, потому что именно они ведут нас к инициативе, которая была выдвинута месяц назад. Это, конечно же, право на здоровье и равный доступ к медицинской помощи. Второй очень важный момент, который был отмечен, это права уязвимых групп, это престарелых, инвалидов, людей, находящихся в местах лишения свободы. Далее, экономические и социальные права. Генеральная секретарь сказала, что подход к экономическим и социальным правам должен быть пересмотрен, и нам нужно столько же уделять внимания в рамках Совета Европы социальной хартии, сколько мы уделяли Европейской конвенции по правам человека и политическим, и гражданским правам. Далее, сохранение демократических основ, конечно же, в рамках пандемии, это вопрос выборов. И последний, пятый момент, очень важный доступ к официальной информации и документам. То есть, публичный дебат о том, что происходит, должен происходить, иначе ни граждане, ни власти не получают достаточной информации о том, какие решения должны приприниматься. И вот это все подготовило почву для инициативы, которая месяц назад была выдвинута в рамках Комитета министров, где генеральный секретарь призвала к расширению многостороннего сотрудничества между государственными членами для совместного извлечения уроков из кризиса, вызванного пандемией, и повышения уровня готовности к разрешению проблем в области здравоохранения на основании общих принципов и передового опыта. И вот здесь генеральный секретарь, я процитирую, она повторила, собственно, то, что было сказано уже в речи на юридическом форуме Санкт-Петербурга. Коронавирус продолжает уносить жизни людей. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы остановить его, и для того, чтобы не позволить ему разрушить наши ценности и принципы. Перед лицом нынешнего кризиса жизненно важны солидарность и многосторонние меры реагирования. Именно таким образом наша организация может нести наилучший вклад в работу и помочь государству. Вот этот вклад, это added value, это был последний вопрос на предыдущей сессии. Как вы видите, вклад Совета Европы в эту ситуацию. И вот именно таким образом мы видим, то есть эта инициатива и является частично ответом на этот вопрос. И, значит, соответственно, страны очень позитивно отреагировали на эту инициативу. Была спонтанная реакция в Комитете министров сразу же нескольких государств, в том числе Российской Федерации. Как известно, министр эту инициативу поддержал на личной встрече в понедельник. И теперь готовится многосторонний проект, который как раз и канализирует усилия государств и о котором сегодня мои коллеги из Совета Европы будут говорить. Я хотел бы здесь представить нашу уважаемую сессию. У нас, как я уже указал, в следующем идет выступление Олега Олеговича Салагая, заместителя министра здравоохранения. Олег Олегович должен был присоединиться к нам сегодня, но, опять же, из-за сложного графика выходит по видеосвязи. После Олега Олеговича у нас будет включение Страсбурга Лоранц Львов, глава отдела биоэтики Совета Европы. И далее Ляли Адыгамон-Габасова, помощник министра здравоохранения. И Анна Поташник, старший юрист из директората по качеству медикаментов и здравоохранения, известный как всей Европе, как европейская фармакопея. Вот теперь, после представления наших докладчиков, я не хочу более задерживать Олега Олеговича, которому с удовольствием предоставляю слово. Олег Олегович, пожалуйста. Да, отдельно я хотела сказать, что это особая гордость наша, потому что Олег Олегович Салагай выпускник Европейского учебного института и победитель конкурса «Лидеры России» первого конкурса. И для нас, знаете, для каждого педагога, это как для родителей, выпускники, это как дети, и мы гордимся всеми достижениями, каждым шагом. Поэтому это особая гордость, что Олег Олегович сегодня с нами. И вы сами все услышите. Большое спасибо, глубоко уважаемый президиум. Поэтому вы начали так содержательно, что, в общем, не так уж много остается чего сказать. И сейчас, после того, как вы сказали такие комплементарные слова, мне, в общем-то, останется, пожалуй, только подтвердить, что то, что было сказано сейчас Михаилом, является корректным, правильным и, безусловно, требует дальнейшей реализации. Ну и, конечно, неотъемлемое право человека на кофе тоже должно соблюдаться. Поэтому я постараюсь выступить очень коротко для того, чтобы у нас была возможность поговорить и для того, чтобы, может быть, сэкономить некоторое время. Уважаемые коллеги, безусловно, вопрос, вообще пандемия коронавирусной инфекции, конечно, совершенно по-иному поставила вопросы прав человека. И это, безусловно, стало предметом рассмотрения целого ряда международных инстанций. Это и предмет анализа для национальных властей. И, наверное, вот на этом мне бы хотелось немного остановиться, чуть сгруппировав те дискуссии, которые сегодня вокруг этого предмета ведутся. Но прежде всего, конечно, и об этом сейчас говорил Михаил, вопросы доступности медицинской помощи. Разумеется, и вы за этим, безусловно, коллеги, следите, объемы тех мероприятий, которые были реализованы по обеспечению доступности и качества медицинской помощи при коронавирусной инфекции, конечно, имели совершенно беспрецедентный характер. И надо говорить прямо, что ни одна страна мира в полной мере не была готова к такого рода подъему заболеваемости. И об этом уже говорил министр здравоохранения Российской Федерации Михаила Берковича Мурашко. В частности, например, Российской Федерации необходимо было бы исключительно короткий срок осуществить развертывание необходимого количества коек для оказания помощи пациентам, которые фактически являются пациентами не только инфекционного, но и пульмонологического профиля, что требует совершенно других возможностей. И это было сделано. Надо сказать, что доступность медицинской помощи для пациентов коронавирусной инфекции была очень резко увеличена. И сегодня, надо сказать, я думаю, что вы следите за теми данными, которые доступны в интернете, я об этом еще отдельно скажу. Вы видите, что количество людей, которые получают медицинскую помощь, количество людей, которые выздоровели, оно действительно сегодня превосходит на порядке то количество людей, которым помощь была оказана в первые дни, в первые недели пандемии. И я не могу не поделиться своими впечатлениями, поскольку какое-то время мы начинали не только давать статистику по заболеваемости и смертности, такая статистика всегда, конечно, востребована общественностью, и последовательно сегодня она дается, но мы начали давать статистику и по количеству выздоровевших. Вот тогда количество выздоровевших считалось сотнями совокупно, и я помню, как мы давали эти цифры, а сегодня количество выздоровевших уже превышает миллион человек, приближается к миллиону ста тысячам человек, что, конечно, является совершенно иным масштабом. Безусловно, крайне важно было обеспечить доступность тестирования. Сегодня это, надо сказать, складывается не только из производства тестов, но только из их разработки. Это разработка, это производство, это регистрация, выведение на рынок, оценка их качества, и это все было сделано, и надо сказать, что сделано в исключительно короткие сроки нашими коллегами, которые работают в сфере контроля качества медицинских изделий, лекарственных средств. На сегодня доступно порядка 120 тестов, что является, безусловно, беспрецедентным. Если говорить о иных вопросах прав, и это тоже уже сегодня прозвучало, это, конечно, вопрос защиты прав уязвимых групп. Отдельно хотелось бы отметить защиту прав людей с инвалидностью, и этому было уделено немало внимания в рамках работы Совета по опеке и попечительству при заместителе председателя правительства Татьяне Алексеевне Голиковой. был предпринят ряд действий, направленных на совершенствование маршрутизации пациентов, в частности, с ментальной инвалидностью по получению медицинской помощи, дополнительное совершенствование вопросов опеки и попечительства в отношении этих граждан. Но, безусловно, конечно, речь не идет только лишь о людях с ментальной инвалидностью, хотя они в этой ситуации подчас требуют больше заботы, чем многие другие категории граждан. Это и люди с иными видами ограничений, в частности, скажем, в ограничениях, связанных с вопросами восприятия, то есть та информация, которая передается, должна, безусловно, быть адаптирована для людей, у которых есть какие-то ограничения. Отдельный вопрос оказания медицинской помощи, организации оказания медицинской помощи лицам, находящимся в заключении. И я думаю, что если у нас с вами будет возможность поговорить с Министерством юстиции, коллеги отдельно расскажут о той большой работе, которая ими была проведена. Я могу только сказать, что действительно, это непростая, но очень важная работа коллегами была выполнена. И мы в той или иной мере, коллеги, все время говорим о информации. Мы начали с информирования, мы начали с информации, мы начали со статистики, а так получилось, что я подключился немного раньше и имел удовольствие послушать завершение выступления спикеров предыдущей сессии, которые очень много говорили о цифрах, очень много говорили о корректности данных. И вот мне кажется, что вот эта пандемия коронавируса заставила совершенно по-иному обеспечить транспарентность данных и предоставление общественности актуальной информации. Вы, безусловно, знаете, что был создан отдельный сайт «Стоп коронавирус», который предоставляет самую актуальную информацию и по заболеваемости, и по смертности. Просто в ежесуточном режиме объем информации по мерам, которые принимаются, карты, различного рода адаптированные элементы графики, по-моему, наносит совершенно уникальный характер и обеспечивает хорошее и корректное информирование по вопросу коронавируса. Но говоря об информации, я, наверное, не могу не сказать о чисто таком, может быть, медицинском аспекте проблемы информации. Это в вопросах конфиденциальности. Говоря о медицинской помощи, мы, конечно, понимаем, что вопрос, простите, конфиденциальности данных является одним из ключевых для медицины. И надо сказать, что его значимость неоднократно подтверждалась Европейским судом по правам человека. В частности, Европейский суд неоднократно указывал на то, что несоблюдение конфиденциальности в рамках оказания медицинской помощи является нарушением статьи 8 Европейской конвенции. В частности, суд отмечал это в нескольких делах против Финляндии, ЗЭД против Финляндии и против Финляндии, и Арманиани против Литвы, Бирюк против Литвы. На этот счет существует достаточно серьезная сформированная практика. Поэтому, конечно, в условиях распространения коронавируса мы, безусловно, должны уделять должное внимание вопросам обеспечения защиты медицинских данных. Но одновременно с этим мы, конечно, должны не забывать и о других базовых принципах, в числе которых, конечно, принцип добровольного информированного согласия, который нисколько не теряет, а может быть и напротив приобретает дополнительное значение в условиях распространения коронавируса. Информированное добровольное согласие также неоднократно становилось предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека, точнее, вопрос получения согласия на медицинское обследование и лечение. Начиная примерно с 90-х годов, соответствующие решения Европейским судом принимались. Я могу назвать, пожалуй, такие дела, как дело Хоффман против Австрии, Глаз против Соединенного Королевства, Явов против Германии и целый ряд других дел, которые фактически институционализировали вопрос добровольного информированного согласия как самостоятельный элемент защиты конфиденциальности и защиты частной жизни. И, конечно, уважаемые коллеги, мне, наверное, завершая вот этот блок по правам, которые релевантны тематике коронавируса, конечно, в целом хочется сказать, что многие из тех вопросов, которые объединены общим названием биоэтика и биомедицинская этика, конечно, поднимаются в ходе дискуссий и в ходе, скажем так, практической деятельности при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, при организации мер по борьбе с коронавирусом. И в этом смысле мы должны помнить о положениях Конвенции АВЕДА, которая является фундаментальным документом в области биоэтики на площадке Совета Европы. И надо сказать, что сегодняшняя работа по коронавирусу, она во многом переводит биоэтику из теоретической в практическую. Конечно, есть блоки, которые не всегда касаются этого, это блоки, связанные с редактированием генома и так далее, но при этом вопросы, связанные с защитой людей с ментальной инвалидностью, добровольным информированным согласием, это все то, что действительно находится в фокусе практического применения, особенно остро встает во время таких турбулентных ситуаций, к которым, думается, относится и коронавирусная инфекция. Но при этом, коллеги, уже завершая, как обещал в короткий промежуток времени, я бы хотел, наверное, сказать еще и о том, что коронавирусная инфекция позволила нам сформировать некоторые, или позволяет нам начать формировать некоторые важные элементы того, что, наверное, можно в известной степени называть поведенческий иммунитет. Вот я вижу, Тамара Викторовна сидит в маске, и это очень радостно. Я не вижу зрителей в зале, но полагаю, что... Тоже в масках, тоже в маске, Олег Коллегович. Если бы вы видели, мы тут предприняли, мне кажется, небывалые меры по сравнению со многими местами, где проводились такие мероприятия. В любом случае, так отмечают наши коллеги Совета Европы. Наденны. Но докладчику можно, когда докладчик говорит, ему можно снимать как раз. Да, спасибо вам за эту приверженность санитарным мерам. Это действительно очень важно. Мы часто недооцениваем это. И вот, кстати говоря, может быть, пользуясь тем, что вы сказали, Тамара Викторовна, буквально еще одну минуту хотел бы сказать об информации. Я сказал о правильном, корректном информировании, но я не сказал еще и о том, что есть такой элемент, как страх. И вот нужно не только информировать о каких-то положительных вещах, нужно, конечно, заниматься еще и развенчиванием тех страхов и мифов, которые существуют вокруг коронавирусной инфекции. Потому что только правильное и корректное поведение, не основанное на мифах, не мифах, которые бы излишне сгущали краски, не мифах, которые бы напротив выхолощивали какую-то корректную информацию, только правильное и корректное поведение позволяет действительно профилактировать коронавирусную инфекцию. Вот в частности, такие привычки поведенческого иммунитета, о которых мы говорим, как ношение масок, например, соблюдение социальной дистанции, они, надо сказать, являются полезными далеко не только во время вспышки коронавируса. И мы знаем, что в целом ряде стран во время сезонного подъема заболеваемости люди тоже без всяких нормативных актов принимают такие меры предосторожности, поскольку, повторюсь, это является частью такого обычного поведения. И хотелось бы, чтобы такого рода привычки поведенческого иммунитета распространялись не только на инфекционные заболевания, но и на неинфекционные заболевания, поскольку у нас с вами, как вы знаете, от поведения человека зависит очень многое. От поведения человека зависит не только заболеваемость коронавирусом, но, например, зависит заболеваемость рака, в частности, раком легких. Известно, что рак легких на подавляющий свой процент ассоциирован с потреблением табака. Мы знаем, что целый ряд заболеваний и состояние ассоциировано с потреблением алкоголя, с нерациональным питанием. Кстати говоря, риск смерти при коронавирусе, риск попадания в реанимацию при коронавирусе очень тесно ассоциирован также с этими факторами риска, с потреблением алкоголя, с потреблением табака и с избыточной массой тела. Поэтому на этой оптимистической ноте я хотел бы вернуться к теме кофе-брейка и предложить не только помнить о коронавирусе, конечно, но и помнить о других рисках, которые находятся совершенно в нашей с вами сфере ответственности. Важно помнить, что профилактика – это ответственность. И уже совсем завершая, я хотел бы напомнить, что в числе тех изменений, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации, сегодня уже коллега из Государственной Думы говорил о том, что в Конституцию вынесены изменения, касающиеся международного права и права национального. Но, кроме всего прочего, в Конституцию были внесены изменения, касающиеся общественного здоровья и формирования культуры ответственного отношения к своему здоровью. Мне кажется, это исключительно важное положение Конституции, которое действительно каждый из нас должен собственно своими действиями реализовывать. Спасибо. Спасибо большое, Олег Олегович. Верните нам связь, пожалуйста. Она работала замечательно, кстати. У нас было ощущение, что Олег Олегович рядом сидит и делает свое сообщение, потому что... В родных стенах. Да, в родных стенах связь с Минздравом у нас замечательна как технически, так и на уровне взаимопонимания. Спасибо вам огромное за очень содержательное сообщение. И я должен сказать одну вещь. Вот у нас по традиции все сессии проходят с участием европейских суда по правам человека. Либо юристы сюда приезжают, либо судьи, да, и в этот раз, так сказать, не было исключения. Вы слышали и судей, и юристов ЕСПЧ. Но вот в рамках этой сессии у нас не было юристов ЕСПЧ, но я вижу, что в них и нет необходимости, потому что Олег Олегович такой экскурс в судебную практику ЕСПЧ сделал, что он настолько полный, что действительно нечего добавить. Спасибо вам огромное за то, что вы указали на прецедентные дела по ряду государств. Вот, они все очень значимы, да, конечно, для этих государств, но и для других тоже. Но не могу не задать вам один вопрос, связанный с биоэтикой. Спасибо вам за то, что вы упомянули конвенцию ОВЕДА. И прежде чем передать как раз слово моей коллеге Лоранц Львов, который является заведующим отделом биоэтики в Совете Европы, в рамках нашего департамента, отработает отдел, осуществляет имплементацию конвенции ОВЕДА вместе с участвующими в этой конвенции государствами, а их, как известно, 29. Вот, и вы, Олег Олегович, напомнили значимые вопросы, которые как раз регулируются этой конвенцией. Это и вопросы доступности медицинской помощи, да, это и вопросы конфиденциальности данных, это и информированное согласие пациента на медицинские действия. И я не могу не задать вопрос, вот можно ли надеяться на то, что Российская Федерация в обозримом будущем станет 30-м участником этой замечательной конвенции, которая, я напомню, является единственным международным договором в мире, не только в Европе, в области прав человека и биомедицины, очень актуального в нынешнее время. Можно, ну не то, что прогнозы какие-то сделать, но рассказать, да, сказать, я знаю, что процесс идет, и представитель Министерства иностранных дел здесь присутствует в зале, вот, может быть, какой-то апдейт вот по поводу того, как этот процесс идет и как наш проект, который вот сейчас будет представлен Ларар Слов, может помочь в этом процессе? Большое спасибо за вопрос, Михаил. На мой взгляд, вопрос очень важный. Я думаю, что я вряд ли могу говорить от имени Российской Федерации, как минимум Российская Федерация меня на это не уполномачивала, и единственное, что я могу сказать на этот счет, что Министерством здравоохранения действительно ведется работа по подготовке, аналитическая работа с оценкой возможности подписания Российской Федерации конвенции ОВЕДА. Эта работа очень глубокая, очень серьезная, она связана с привлечением экспертов, экспертов в области права, экспертов в области этики. И нужно сказать, что, я думаю, что любая страна, которая сегодня примет решение подписывать конвенцию ОВЕДА, в любом случае сталкивается с очень похожими обстоятельствами. Ну, во-первых, нужно сказать, что законодательство Российской Федерации сегодня является по вопросам биоэтики, вопросам оказания медицинской помощи, я не побоюсь этого слова, очень комплексным и одним из передовых. Если мы сравним обязательства по конвенции, которая все-таки была подготовлена и открытой для подписания в 1997 году, то за это время очень многое изменилось. Изменился объем гарантий, изменился объем прав, и изменилось некоторое понимание прав. Ну, вот я, кстати говоря, не только в странах, но и в самом Совете Европы. Если мы возьмем, например, вопросы, связанные с правами людей с ментальной инвалидностью, то, в общем-то, конвенция в этой части, несмотря на то, что гарантирует очень многое, уже не в полной мере, скажем так, обеспечивает защиту и гарантирует весь тот объем прав, который на сегодня иными международными документами, в том числе и документами Совета Европы, адресован людям с психическими расстройствами. И хорошо это или плохо, но это, безусловно, хорошо, что объем прав изменился, гарантии изменились, изменились в большую сторону, но при этом надо сказать, что конвенция в этом отношении тоже требует определенного, ну, может быть, несколько уточнения, но определенной интерпретации. Это касается некоторых других вопросов. Я, может быть, не буду углубляться просто для того, чтобы не занять все время выступления, потому что это очень интересный вопрос. Это вопрос и редактирования генома, например. Он тоже не столь привиален. Понятно, что в конвенции принимаются протоколы, и это тоже один из механизмов уточнения конвенции. Поэтому вопрос комплексный. С точки зрения соответствия национального законодательства и национального законодательства тогда, когда оно уже ушло вперед по отношению к положениям конвенции и самой конвенции. И это, в общем-то, рождает, в том числе и среди специалистов юридического профиля, рациональный вопрос. Но если наше законодательство на текущий момент гарантирует все то, что гарантировано конвенцией, в чем главная задача по ее подписанию? С точки зрения изменения объема прав, которые сегодня гарантируются гражданам Российской Федерации. Вот я, наверное, кратко попытался охарактеризовать ту дискуссию, которая ведется. Надо сказать, что, немного приоткрывая работу по этому документу, могу отметить, что в целом отношение специалистов к подписанию конвенции является позитивным. При этом, конечно, такого рода работа, повторюсь, должна носить системный, комплексный, всеобъемлющий характер для того, чтобы в самом деле подписание было не формальным действием, а влекло за собой дополнительную защиту прав, прежде всего, уязвимых категорий граждан. Спасибо. Спасибо еще раз вам за ответы, за новую информацию, которую мы услышали. Позитивную. И позитивную, безусловно, и за те, так сказать, может быть, колебания, которые есть по этому вопросу, в чем смысл подписания этого документа. И я бы мог попытаться ответить на этот вопрос, но не буду этого делать, потому что у нас следующий спикер, это Лоран Сливов, как я уже объявил, и нет другого человека, который мог бы лучше ответить на этот вопрос, потому что для Лоран Сливов, это ее ежедневная деятельность, и я уверен, что другие страны тоже задаются этим вопросом, и наверняка есть какие-то элементы ответа на него, поэтому я без промедления предоставляю слово Лоран Сливову, которая очень хотела присоединиться к нам в Москве, и готова была приехать, но по соображениям императивного характера не смогла это сделать, она у нас в Страсбург, мы ее хорошо видим, я надеюсь, слышим. Вот, Лоран Сливову, я предоставляю вам слово для ответа на вопрос, прежде всего, и для вашего доклада. Спасибо. I hope you can hear me well, and yes, very good. And as you rightly pointed out, Mikhail, I would have liked to be with you in Moscow. As you know, I've been a usual participant in the Mgimo sessions over the last six years, and I really enjoyed the exchange on this occasion. So that would be, I would say, the exception that would confirm the role in that particular case, and hope really to be back in Moscow in the near future. Just before I go in my presentations, I cannot resist but being so pleased about Mr. Selaga's word about the Uvido Convention and maybe compliment an element of answer to his concerns or element of reflection. I think that the fact that he pointed out that indeed the convention was elaborated 20 years ago is certainly very important to remind, but also to remind that the drafters of that very convention were very well aware that they were addressing a field that was constantly evolving. And for that very reason, they gave particular tasks to those who would be actually engaged in these conventions by re-examining regularly to assess the relevance of the provision in light of this development. And if I could add an argument for Russia joining those countries who have committed to implement that convention, it would be to play an even more active role in these discussions and reconsiderations of the relevance of the convention. So with that words, I would start my presentation and I will share my screen. I hope it's going to work with my PowerPoint presentation. I'm not sure you see my screen. Can you see it now? We see you, but not the screen. What do you mean, not my screen? No. Okay, so I don't know... I don't know how... I don't know how... I don't know how... I don't know how... Okay, I will try again. because it seems that you see my screen. On my screen, that's what I see, but I try again. Does that work now? No, it's not working. Okay, so I think I will do without PowerPoint presentation if you don't mind and then what I'll do is that I'll make sure that those who are interested can have a look at them. I think we will be able to share your PowerPoint presentation later with the participants because we have all email details. So it will be done. I will speak without the background of the slides, but then as I know, you'll be able to access to them and that would be useful in the future. So, you know, this session is about COVID-19 challenges and the action that has been actually proposed by the Secretary-General in our later paper, information document that you, Mikael, alluded to in your introductory work. And I think it's good to remind about the need assessment that was carried out before producing this paper and proposing that cooperation project. As was said already, the COVID-19 crisis has had a devastating effect on individuals, families, and communities in all countries in Europe and worldwide. And the situation of the COVID-19 pandemic demonstrated the fundamental importance of everyone's right to health protection. but also in such public crisis, healthcare systems have been under extreme and are still under extreme constraints facing acute and complex situation daily. Difficult decisions have and continue to be taken at collective and individual level in a context of uncertainties and scarce resources. And I think that's one of the characteristics of this crisis is the knowledge we are gaining slowly on this virus but the uncertainties that are accompanying even with this accumulation of knowledge there are still a lot of uncertainties about including the immunity that we could gain after the infection of this virus and it forced government to make fast difficult and often controversial policy choices regarding healthcare. The difficulty encountered in such situations are increased by the lack of appropriate anticipation and assessment capacity with a view to efficient management in line with human rights standards and ethical principles. And Mr. Salagai mentioned consent and privacy as key concerns I think that could be highlighted in this particular context indeed. Infringement of fundamental rights and increase of vulnerability leading to possible discrimination in accessing healthcare have been reported. Lack of transparency and information on issues that concerns all members of the societies may have also contributed to a lack of trust in the healthcare systems and authority that is essential for the respect of the measure and management of the crisis. And I think both Mr. Krugli highlighted this in respect to our vaccines and Mr. Salagai again about this flow of information that he described are key elements in this context to remember. A significant growing market of falsified medical products endangering public health and the right to life has also been more visible with the pandemics. and even in such difficult context it is essential that decisions be taken in a way that maintain our common standards of human rights including social rights, democracy and the rule of law and that practices meet the fundamental requirement of respect for human dignity and human rights. And I would add to this that I think that the solution that could be identified in such a context by respecting human dignity and human rights are more sustainable on a long-term basis. So the analysis made at the level of the member state of the Council of Europe in general is that government need to be supported in strengthening resilience of healthcare systems, restoring confidence and advancing in healthcare. So the Council of Europe as pointed out in the documents presented by the Secretary General provide a wide array of effective legal instruments and the Oviedo Convention is certainly a key element in this to which we could add the Medi-Crime Conventions, the Human Rights Convention and the Social Charter to name a few but as well as implementation tool and technical expertise. It also provides a platform to exchange good practices, develop sustainable responses and to learn the lesson of the crisis. So the project multilateral and multidimensional cooperation project presented by the Secretary General in our paper aimed at supporting its member states during the current pandemic and its aftermath. When it comes to cooperation I think it's important to give a brief background of the cooperation with the Russian Federation and the Council of Europe in the very field of bioethics. It is reflecting many years of fruitful cooperation. namely, already in November 2000, there was a first meeting in Moscow on the Oviedo Convention. And in 2011, a conference was organized where Mrs. Kotsova, who was by then deputy minister, for the first time referred to signature and possible ratification of the Oviedo Convention. Since 2015, every year, a dedicated session is organized at MGIMO as part of the in-service training courses. And I want also to refer to three more recent events and very important ones. First, in April 2016, on the occasion of the 20th anniversary of the membership of the Russian Federation and the Council of Europe, the holding of an international conference on ethical and legal aspects of organ donations organized by the Ministry of Health of the Russian Federation and the Council of Europe in Moscow. A year later, in 2017, an international conference in informed consensus was organized with the Russian State University of Justice, as well as a seminar on the new help course on key human right principles in biomedicine. And it was the beginning of that later project, and we benefited from a lot of input from experts from the Russian federations to build up that very course. And then finally, in 2018, the St. Petersburg International Legal Forum, where we benefited from the presence of Mr. Salagai, organized a dedicated session entitled At the Edge Between Law and Ethics, Modern Challenges in the Field of Latest Biomedical Technology. So I think throughout those different specific events in Moscow, I want to highlight the great support. We also benefited from Tamara Shashikina, who is present in Moscow and I'm giving my best regard, as well as Mrs. Gabasova, who was very great support for all these collaborations with the Russian Federation in this particular field. I want also to mention the Belarus Action Plan that was held between 2017 and 2018 by the Council of Europe. And we're actually, we have a lot of, we benefited a lot from the cooperation with the Russian Federation in this context, namely by having Belarusian experts participating in events in the Russian Federation as part of this Action Plan in Belarus. So that's something that needs to be highlighted. Now, when it comes to intergovernmental activities in bioethics and the Russian Federation, here again we can talk about a long-lasting and active participation. For more than 22 years now, the Russian Federation has been represented in the intergovernmental committees in charge of human rights protection in biomedicine. The contribution of the Russian Federation has been increasing, including lately with the development of the new strategic action plan on human rights and technology in biomedicines, which includes a pillar that is particularly important in our current context of pandemics, dealing with equity of access to healthcare on which some priority will be given in the next few months to initiate action under this action plan. And so we have in the Council of Europe. The Oviedo Convention, as mentioned by Mr. Salagai, together with the other instrument I mentioned before, including the Medi-Crime Convention that we could call the Moscow Convention because it was open for senator in Moscow. Those are the key instruments which are central to the new multilateral and multidimensional cooperation project proposed by the Secretary General. I think in this context we cannot but welcome both the word of support by Mr. Salagai and the word of support expressed by Mr. Lavrov in his remarks and answer to a media question at a joint new conference following the talks with the Secretary General of the Council of Europe two days ago in Moscow. When he believed, he said that he believed that the Council of Europe should not just be a guardian of the conventions in the sphere of health care but articulate a constructive agenda and unite the efforts of the member states building on existing mechanism. So we see the support and the contribution of the Russian Federation as essential and even more important in the current context. So therefore I would end my presentations by hoping that soon we could see a 30th member party to the convention with the Russian Federation This would certainly be a strong sign of commitment that have been actually exposed by Mr. Salagai and confirmed by Mr. Lavrov before on the support of Russian Federation and the contributions because again I want to insist on the fact that this multilateral project that I refer to is also meant to collect experience to benefit from experience of the member states and the measure that Mr. Salagai mentioned in particular are very useful contribution in this context could help also other country so sharing that experience as a party to the convention will really be a strong sign of commitment from the Russian federations and we are really looking forward to that event thank you very much thank you very much Lawrence for your presentation I could assure you that it was as good without powerpoint so thank you very much no and как-то чтобы подытожить вот может быть выступление Lawrence вот этот проект да который задуман и сейчас дописывается можно сказать по инициативе генсека он задуман для того чтобы сравнить практику ответов на санитарный кризис и прианализировать, какие были более эффективными, какие были менее эффективными. Ведь реакция была очень разнообразная среди европейских государств. Кстати, Россия вела себя в этом плане абсолютно как нормальное европейское государство. Я очень часто смотрю французские новости, российские, и сравниваю вообще, о чем говорят. Во время пандемии, я вас уверяю, разницы практически не было. То есть, говорили примерно об одном и том же, те же меры, примерно те же тренды. Но когда мы спрашиваем государства, некоторые государства закрылись полностью, некоторые не закрылись, как известно. Было очень много взаимной критики, почему вы делаете так, а не так. И вот здесь мы спрашиваем государства, все государства, все 47, скажите, какой у вас лучший опыт в этом вопросе? Best practices. И ответ, а мы не знаем, какие best practices. У нас есть practices, и мы не знаем, whether they are best or not. То есть, насколько они эффективны. Нет ответа. Лучшая практика будет после того, как мы это все переживем. Это понятно. Нам нужно, конечно, так сказать, перспективу некоторую, да, и, естественно, сегодня нельзя дать ответ на все вопросы. Но это не значит, что не надо искать эти ответы. То есть, проект задуман, чтобы собрать практику, собрать лучших специалистов в этой области, да, среди всех государств Совета Европы, обсудить, что сработало, что не сработало, и как нам дальше действовать. Да, то есть, мы, конечно, можем руководствоваться рецептом Михаила Сергеевича Горбачева, который говорил, жизнь покажет, да, вот, но я не думаю, что это лучший, вот, подход в нынешней ситуации. Да, жизнь может показать, что она плохая, да, так же, как может показать, что она хорошая. Поэтому нужно что-то делать. А вот что делать, вот, Совет Европы что-то пытается сделать, и вот этот вот журнал, который вчера Анатолий Иванович показывал, позавчера, простите, показывал журнал, я еще раз его покажу. Ну, это вот, когда меня спрашивают, что Совет сделал за 6 месяцев пандемии, вот что? Вот вы сидели, вы закрылись, там, отдыхали. Вот я показываю, вот это вот, прочитайте, вот здесь на двух языках, кстати, это единственное издание, которое сделало это на двух языках, ни одно европейское издание, ну, я аналога, во всяком случае, не видел, да, я хочу благодарить, вот, издательство, издательство развития правовых систем, да, главный редактор присутствует у нас в зале, Денис Давыдов. Огромное спасибо за эти усилия. Этот журнал бы распространен российским, кстати, российским поспредом, Иваном Мечеевичем Салатановским, всем поспредом, да, в Комитете Министров, для того, чтобы показать, как отражается деятельность Совета Европы, вот в том числе в Российской Федерации. Поэтому у него значение, оно, как говорится, далеко за пределы Российской Федерации простирается. Вот, поэтому, вот в чем проект, да, как нам удастся это сделать, мы в начале этого пути, но мы обязательно хотим это сделать. И еще один важный момент, проект не будет касаться только ОВЕДА, ОВЕДА это центральный элемент этого проекта, но у нас есть два другие, даже три других инструмента, о которых нужно обязательно сказать, да, это конвенция медикрайм, борьба с контрафактными медикаментами, да, ее известно, как известно, называют Московской конвенцией, она была открыта для подписания в 2011 году в Москве, и Россия являлась главным сторонником создания такой конвенции, и именно поэтому в Москве это все и произошло. Значит, там есть комитет сторон в этой конвенции, и они, это, безусловно, очень важно для борьбы с пандемией, да, потому что качество медицинской продукции, конечно, имеет прямое значение для эффективного ответа. И социальная хартия, да, право на здравоохранение, на здоровье, 11 статья, это важнейший элемент. И, наконец, европейская фармакопия, да, то есть это сертификация медикаментов, медицинской продукции. Вот, и я очень рад, что у нас сегодня на связи из Страсбурга выступит Анна Поташник, да, это наша коллега, которая работала очень долго как раз в отделе биоэтики и осуществляла некоторые из программ сотрудничества в области биоэтики, а сегодня она представляет как раз директорат, европейский директорат по качеству лекарственных средств и здравоохранения, лекарственных препаратов. И я хочу предоставить Анне Дмитриевне слово с тем, чтобы она попыталась дать этот угол зрения на эту проблему со стороны европейской фармакопии, которая, как известно, на сегодняшний день является абсолютным эталоном для всех, ну, вообще для фармацевтики, в принципе, в Европе, иногда даже за ее пределами, потому что вот эти вот ориентиры, которые в рамках фармакопии, фармакопии создаются, и сертификация продуктов, это, конечно, имеет прямое значение для работы, для выпуска вообще медикаментов, всех медикаментов сегодня в Европе и в государствах-членах Совета Европы. Поэтому с удовольствием предоставили слово Анне Дмитриевне.